Всем здравствуйте! Сегодня в рубрике 100 шагов портного мы с вами рассмотрим, как обработать вот такой вот, вроде очень сложный рукав, но обработка, которую я вам сейчас покажу, абсолютно не сложная, с ней справится каждый, потому что это, ну, проще простого, можно сказать. Итак, вот рукав, который мы раскроили, то есть у нас здесь две детали, из трикотажа и из сетки. Вместо сетки вы можете использовать другую контрастную ткань, либо точно такую же еще одну взять. Итак, сейчас я складываю таким образом, чтобы было у нас лицо к лицу. Вот у меня лицевая сетка, потому что здесь есть такая, как бы, как точечки идут на пыление, как будто они велюровые, бархатные такие. И вот у меня изнанка, поэтому я переворачиваю лицевая сторона и прикладываю лицом к лицу, а на меня смотрит изнанка сетки. Накладываем, ровняем. Можно было заморочиться, конечно, с подрезами и так далее. Ну, вот я вам сейчас такую легкую-легкую обработку покажу. И будет смотреться она тоже вполне красиво и хорошо. Ровняем, конечно же, так, чтобы было кругом у нас одинаково. Саму сетку, когда я раскраивала, я тут приложила ткань, ну, рукав свой, и вырезала так чуть-чуть-чуть с напуском, для того, чтобы потом было немножко полегче работать. Все, разложили. И теперь вот так вот по кругу я прохожу где-то каждые 10 сантиметров, фиксирую булавками полностью-полностью в круговую. При этом, когда вы проходите, ровняете, конечно же, срезы. Если видно, что, если вы будете сетки шить, а сетка у меня здесь тоже, как бы, она тянется, если где-то какой-то край прям просится выйти наружу, пускай выходит. Нам главное, чтобы здесь у нас плоско все прилегало. Какая-то ниточка была внутри, ну, в принципе, я бы ее и потом вырезала. Вырезала, господи, убрала. Дальше я хочу немножечко скруглить вот эти вот края, чтобы они были не угловатые, а немножко скругленные. Поэтому я сейчас, ну, во-первых, мы определяем величину лапки, да, насколько лапка у нас будет, прокладывая строчку, куда выходит она. Поэтому вот так вот я сейчас прикладываю и приблизительно на то количество сантиметров, миллиметров, вот я вот так вот прорисовываю скругление с одной стороны и с другой стороны. проделываю то же самое. То есть я скругляю, ну, вот у меня, допустим, будет эти шов, и вот дальше, дальше я пошла и вот так вот скругляю. Теперь идем за швейную машинку. Выставляю на машинке небольшой стежок, два с половиной где-то миллиметра. И теперь на ширину лапки сшиваем. То есть мы проходим в круговую, и в этом, я думаю, сложности никакой ни у кого не возникнет. Самое главное все распределить, чтобы сеточка хорошо разлеглась. Либо та другая ткань, которую вы будете использовать. Здесь, как видите, я прохожу по скруглению. Вот здесь можно не спеша, можно помочь, если у вас есть такой шагающий рычажок на машинке. Теперь срезаем излишки и стараемся, чтобы у нас был такой ровный край, потому что все-таки через сетку он будет просматриваться, по-другому не получается. Вот здесь вот я ровняю, оставляю где-то миллиметра три, наверное, четыре. Вот так вот где-то. И прохожу по кругу. Теперь я меняю лапку, ставлю лапку, чтобы мне сделать отделочную строчку, и она была идеально ровная. Вот рекомендую вам тоже вот такие вот приспособления покупать для себя, для того, чтобы вы не мучились, а делали вашу работой быстрой и приятной. Когда вы задаете вопросы, как вы все успеваете, просто нужно свою работу немножечко облегчить. Значит, смотрите, вот все я срезала. Вот у нас круг, через который мы будем выворачивать рукавчик. Посмотрите, как все просто. Все, вот мы получили рукав. Теперь здесь нужно либо прометать, пройти, проутюжить. Но если лапка есть вот такая, а она у меня есть, я сразу буду делать строчку. Завожу вот так вот под машинку, ровняю, так чтобы не просматривалась у меня сторона из сетки. И прокладываю сразу же отделочную строчку на расстоянии где-то миллиметр от края. К сожалению, я уже один рукав обрабатывала. Бывают у меня на этой ткани пропуски стежков. Как с этим бороться? Да никак. Потом я взяла вручную, потому что здесь сетка, здесь никак не поборешься. Потом взяла вручную, я и пропуски стежков устранила в ручном варианте. И вот что мы делаем. Видите, сразу вот у нас что получается. Вот так вот аккуратненько с одной и с другой стороны. Проходим в круговую. После того, как рукав мы полностью сделали отделочную строчку, необходимо его проутюжить. Проутюжить. И вот здесь вот можно сразу либо выровнять, либо сколоть булавочками. Я потом это подровняю. В процессе шитья все вот здесь вот сколю и выровняется. То есть у меня верлаком все срежется. Теперь я поворачиваю рукавчик вот так вот и складываю. После чего буду выполнять то же самое, что сделала с этим рукавом. Видите, у меня он прихвачен только-только пуговицами. Поэтому складываю, ровняю. Вот так вот. И смотрю, на каком расстоянии от низа один рукав. Но, естественно, мы с вами все-все повторяем. Ну вот я ставлю вот так вот две точечки. И сейчас, сделав первую такую пуговицу, застежку, дальше от нее я уже откладывала вот так вот по 5 сантиметров. Выкладываю вот так вот 20. Только вот здесь обязательно все-все уравняем, чтобы было ровненько. И пошли. Вот раз-раз. Эти точки потом мы соединяем. И вот так вот проделываем. У меня здесь 6 пуговиц. А вы делайте 5, делайте 7. Делайте не 5 сантиметров, делайте ну как хотите. Вот так вот. И еще вот здесь вот. Все. Теперь я беру нитку с иголкой. И вот я сейчас соединяю. То есть взят сделали масенький-масенький узелочек. И вот так вот эти точки я сейчас соединю. Вот видите, соединив их вот так вот одним стежком, дальше я уже беру пуговику. Можете несколько стежочков сделать. Тоже, конечно же, по вашему желанию и усмотрению. Сама пуговица, смотрите, как тоже прекрасно подходит, потому что она переливается в таких вот голубых оттенках. И теперь аккуратно опять получается игла в углу. Вот и где прокол был. Опять сюда же иголочку. Опять же в этот прокольчик. И вот так вот аккуратненько пришиваем все пуговицы. И рукавчик будет готов. А в итоге, когда рукавчик одевается, ну вот так вот я вам покажу, что смотрится красиво и вот этот вот край. Видите, внизу. И будет красиво смотреться и вот здесь вот. Надеюсь, видео для вас было полезным. Шейте с удовольствием. Всем удачи. Всем пока. Пока.